Маткульт, привет! С нами опять великий и ужасный Сергей Горчев. Серёга, привет! Ну что, ты мне сейчас будешь выносить мозг. Сейчас будет вынос мозга салатану, а заодно и почти всем вам. Но не всем. Между прочим, да, там есть люди, которые соображают лучше меня, человек 100, на канале. Да, я очень благодарен тому слушателю, который нашел ошибку. Вот так вот, вот так. Так что сейчас кто-то получит непоправимую пользу, а мой мозг будет вынесен. А это визитная карточка Серёге. Да, да, да. Все вместе визиты. Значит, сначала я напомню, что такое закон взаимостей Гильберта. Ну, значит, о чем будет речь? Мы вообще сейчас... Символ Гильберта сейчас появится. Символ Гильберта, конечно, появится. Вот, я напомню, что закон взаимостей Гильберта. Да, вы, кстати, пересмотрите, естественно, перед этим роликом тот. Вот, это некоторый способ упаковать грамотно тот самый коротенький закон взаимостей Галст, который ты знаешь, который из трех пунктов. Они как бы такие немного не похожи друг на друга, надо запоминать, а у кубического еще хуже, там еще больше случаев. Нет, у кубического нет, у кубического, если в изенштейнных числах, сразу раз и все. Ну, как раз все, там тоже по-разному. Нужно привести простое к некой формулировке с делимостью на два их, там вот этой мнимой части и не мнимой. Короче, некоторый способ все это немножко больше упаковать, так что можно было пообщать. Вот, значит, давайте я напомню. Закон взаимности Гильберта. Так. Вот, о чем идет речь? Ну, во-первых, будем смотреть на рациональные числа. Да, вот, и если P это простое число, и P за начало P не равно двойке. Вот, A и B это какие-то два рациональных ненулевых числа. Значит, ненулевые числа, ненулевые, там, рациональные или комплексные, или естественные, какие-то числа обозначаются звездочкой сверху. То есть это Q без нуля. Ну, ничего, в общем, сложно. Назвай, наверное, выходят в рациональные числа. Мы определим сейчас, напомним, что такое символ Гильберта. A, B. P внизу, да? Ну, вот, да, P. Да, это, конечно, там у нас еще будет больше параметров, но, окей, значит, A, B, P. Что это такое? По определению, A поделение. Вот. Это мы должны взять, и вот я сейчас постараюсь уже не повторить эту ошибку. Мы берем минус 1 в степени V, P от A. В прошлый раз я подробно говорила, что V, P, V, P, V, P. Вот, значит, дальше A в степени V, P от B. B в степени минус V, P от A. Так. Все это хрень. Берем по модулю P. Так. Это что такое? Значит, V, P, я напомню, что V, ну, давай, я лучше пример какой-нибудь приду, что V3 от, не знаю, там, 27 восьмых. Да. Равно. Ну, 3, только я не помню, 3 или минус 3, там, в какой-то степени беру. Нет, 3, 3, 3. Верхний, да, 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 вот для примера. Да, V5 от, там, 7 в 25-пятых равно... Минус 2. Минус 2, вот. А V7... Логарифм в основании, кстати, очень простого. V7 от, не знаю, там, 2 в 13-х равно... Нулю. Нулю. Вот. Значит, вот такое V. Вот, вот ты берешь это самое A, возложишь степень V, P от B. Берешь B, возложишь, тебе минус V, P, P, все это вместе безобразие, оно имеет V уже равную нулю. То есть, когда у тебя возложишь, ты можешь такие числа, даже они рациональные, они целые, брать по модулю P. Да, да, любое такое число, да, естественно. Ты рассказывал, как можно двигать по модулю P. Вот. Значит, еще такой знак. Без знака ничего не скратится. Ну, вот такой знак, все вместе, это некоторые число по модулю P. Так же и было написано, или была какая-то ошибка? Не, я там неправильно сделал степень, все вместе надо завести степень. Значит, дальше, значит, все вместе надо завести степень. не нулевое, кстати, замечу. Почему не нулевое? Если бы оно было нулевое, ну вот это точно плюс минус один, а что значит, что вот эта хрень была бы нулевая? Тогда бы vp было бы равно, больше оно единичное. Значит, мы это все хозяйство возьмем в степень p минус один пополам. То есть, это что такое? Это, конечно, как бы по определению элемент, это число, остаток по модулю p, но он такой, что в квадрате ряда единицы. Значит, его можно отрежестить просто с числами плюс-минус один. Вот они плюс-минус один, что по модулю, 5, что по модулю, 7, что по модулю. Да, 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 да. Это важная вещь. А в кубичке уже так не будет. Почему будет? Ну там будет эти омеги. Ну да, 1 омега-мега-квадрат, то же самое, что по модулю там одно. Да, 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 да. Это не способ отрежестить остатки по модулю. Ты не можешь отрежестить остатки по модулю 7 и по модулю 23. А вот корешки из единицы плюс-минус один в данном случае, ты можешь отрежестить, это важно. То есть, вот это все хозяйство, оно принадлежит плюс-минус один, ну что, оно равно либо плюс, либо минус один. Вот. Это когда p равно двойке, не равно двойке. Теперь, когда, как бы такая глупая формальность, значит, у нас p будет пробегать либо все простые числа, либо еще такой значок, бесконечность. Когда p равно бесконечность, это такая символическая форма записи. Вот. Тогда это вообще никакой проблем не составляет, и оно даже просто и бессодержательное, никак не присутствует в классическом закон взаимостей. Это очень просто. Это минус один, если а меньше нуля и b меньше нуля. И плюс один, иначе. Ничего сложного. В общем, на это вообще не обращай внимания. Корень, корень. Извлекается или нет, здесь отвечает за квадрат или нет, а здесь тоже такое вещество. Вот. Когда у нас будет, начиная с кубического закона взаимостей, мы будем присоединять корни кубические, пятая степень и так далее. Уже у нас, мы потеряем понятие больше меньше нуля. И вот это составляющие просто будет равно единице по определению. То есть, это так просто, чтобы я не сказал сейчас неверное утверждение в кул. Потом оно как раз исчезнет. Наверное, здесь ничего из себя не представляет такого греческого. Вот. Значит, теперь. Теперь другая вещь. Когда p равно двойке. Вот. Тогда как вам определить определение? a, b, p, a, b двойка. Вот что это такое. Это тоже будет плюс-минус один. Причем я сразу определю, как минус один в некоторой степени. Значит, в какой степени? Тут главное не наврать. m, 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 m. Давайте я напишу a, как, значит, 2 в степени vp, а vp. Так. vp, а v2. 2 в степени v2 от a умножить на какой-то a', где понятно, что a', это, ну так, кавычках, нечетное рациональное число. Ну, понятно. То есть единица, по-моему, или два. Да, да. Вот. И дальше я могу этот самый a', я могу взять, значит, a' минус один пополам. Да. Ну, для b аналогично, да, окей? Да. b' аналогично. Так. Взять b' минус один пополам. Ух, как интересно. Прибавить еще такую штуку. А, прибавить. А, прибавить. v2 от a на b' в квадрате минус один. На восемь. На восемь. И прибавить симметричную. Вишь, я от одного взял как бы двоечку, а от другого взял то, что связано вот, ну, с восьмеркой. А теперь наоборот их оставлю. То есть возьму здесь v2 от чего? От b на a' квадрат минус один. Ну, наверное, здесь не поместится, да? Умножу на a' квадрат минус один. Делить на восемь. Или с минусом. А, по модулю 2 это все не важно, да? Что, что? Или будет не... Тут всюду плюс, да? Ну, это не важно, да, действительно. Ну, с плюсом, да. Ну, да, это не важно. Вот. Мы же возбавим и минус, и ниц. Да, теперь теорема. Так. Сейчас. То есть вот такое странное есть еще, да? Да, теперь теорема. Что для любых ненулевых, а b, а b, здесь угадывается что-то про квадратный закон взаимостей про двойку? Ну, естественно, естественно, естественно. Для любых а b произведение по всем а б по всем ключей бесконечно видовая отдельно да здесь простое чтобы было понятно явно что иметь ввиду одессе там нужно бы бесконечно да это красиво такая формировка она и она съела все свои а нас в ней съедены все случаи во что прекрасно не надо думать там вот отдельно писать 2 что-то символы жанри надо придумывать съедено все сейчас вот вот упражнение не то чтобы она какой-то очень нет реально но просто вот на определение вывести куда-то есть закон заимности закон гаусса это более-менее по определению не требует каких-то сильных усилий вот ну то есть подсказка нужно будет например рассмотреть парочку вот пусть есть два заем простых два парни равных нечетных простых числа пайку вот возьмем а равно выбором ну да и посчитаем замечали еще я устного сделаю что бесконечный разделе плюс минус единиц как же понимать там видимо все все кроме конечного числа равны единицы очень легко потому что если возьмем а и b ну двойка это отдельно ставящий бесконечно один ставящий а дальше если п не делит ни а не б не числительный знаменатель то в любом будет равна единице лишь конечный сюда прибирать особенно приятно когда одно из них когда они простые сражаются и будет играть то есть когда пио ну 2 положительных простых в принципе будет бесконечно береть такое что не будет они положительные вот будет либо двойка либо п либо гу играть вот вы тут они трех чисел и добавит тойш 100est этоỏi точности Bitcoinstand он на этом вели!? когда 100 островности ввесь от начала июня до конца до парочка когда 21пρη рассматривать 2п там будет и устройка п вот ну пожалуйста двойка руководил формула для этого самого и минус единица там же потому что там по минус 1 пополам да класс да все вместе вот отлично поехали дальше да я сотруд и пока начинаю рассказывать что будет дальше значит дальше но мне же вот за конца биберта нужно стирать слова все следующий раздел ой так вот теперь я объясню теперь будет парень сестер было если принять сейчас будет кому-то не очень понятно вы это нормально будет изначально было во вторых мы не то что я просто хочу сказать некоторый такой взгляд сверху на все на это очень сильно сверху но для того чтобы понять до некоторой степени формулировку закон взаимности для больших степеней чем 2 знать его не нужно но если её просто хочу панется сверху надо понимать сверху да ну как всегда устроена есть куча частных случаев и конечно легко можно рассказать и рассказывать там всю жизнь частным случаям можно один раз рассказать обще случай а из него любой человек будет самовари частный по-моему трону единственный способ да 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 конечно 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 каждого более плотно и когда-то конечно очень сложно будет сейчас лучше там придется считать не ошибаться знак и так далее но конечно за эту черту влево нельзя суть так так здесь я тебе уже стер и здесь можно начинать а тут я буду стирать спокойно и слушать да именно стирать и слушать он гений так вторая часть так закон за и пока что мы его так в немного кастрируем виде так для поля ку для поля потом будем лечисловых полей формулировать но там нам придется поговорить вот значит хорошо через новый смысл под множество под полейку пока для ку алгебрического замыкания расширение алгоритических замках чистить дано конечное расширение гуа давай я не буду рассказывать о теории гуа да я давай так я я буду сейчас контролировать чтобы я знал соответствующую часть и так конечно и решение гуа я сейчас скажу ты скажешь правильно я говорю конечности конечные размерности естественная фон от кул и такое что любой многочлен который взят отсюда имеет здесь корень любой многочлен над q имеющий здесь один корень имеет здесь все корни и сейчас там что-то еще с эморабельностью а его не нужно это только следующее утверждение нормальность то есть это значит что все автоморфизмы все автоморфизмы f внутрь ку с чертой на самом деле они являются автоморфизмами самуев да вот так вот и группа гуа это это симметрия это автоморфизма поле f так вот это она есть вот это можно это не пьешь как учили вот если множество f есть отображение в себя приводящая сумму сумму пределе дали не и но вообще там обязательно приведет кубку и вот сколько таких вот их оказывается ровно столько как размеры размера всех как вектора вопрос на платку это определение решили года да уже на сильный вот из обозначим уже эту группу симметрии вот ну примеры там какая-нибудь а и и она обиливая то это уже требуем ну примеры какие-то может ввести ну ку корни из единицы на она надо или корни вообще про все выгодно как мне почему от ztn где ztn в интера на единице да вот сейчас мы обсудим но это чуть более сложный передайся более простой f это ну как уголь простой и самые маленькие группу знаешь в жизни ну квадратичная просто конечно вот возможно код какого-то корня из ну например там из без вот в этом она двумерно и 2 и она единственная да 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 группа была равна за 2 по 2 за это просто или 8 минус корень например например бы это равно минус один человек разговаривал сучить вот когда я снимаю равно 2 да тогда будет ну как в вещественное ну даже можно вот значит тогда то есть здесь нет совершенно не взять на спорте комплексное сопряжение вот это самосморфизм если бы вещественное положительное окей в этом случае группа была чему равна zpnz неправильно неправильно а если простое сейчас немножко рекомендует значит у тебя есть атоморфизм он приведет к дожди подожди 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 он переведет его в основе более единицы тоже какой-то другой корень снизу может привести на корень премарный будет рождается группа вся секунда если он простое будет порядок по минус один совершенно верно вот поэтому поймался но быстро исправился то есть если он просто это порядок будет по минус 1 а если не простой хрен знает фиатерна их число будет фиатерна абсолютно правильно а сама группа устроена так это остатки по модулю н за звездой я опять стали звездочкой я раньше говорю что звезда означает ненулевые элементы теперь это уже не так то есть на самом деле звезда для любого кольца коммутативная звезда означает группу по умножению обратимых элементов кольца например для поля как раз и ненулевые элементы а здесь их будет фиатерна и группа почти циклическая да там есть какая теорема о том что она какая-то почти для а для этого это будет нужно разбить да да и вкаты да всякие по всем при множестве для каждого п будет скрытический кусок кроме двойки да потому что за это это группа за 2 это соответствует тому что мы там принадлежали числа это соответствует повысить том что по модуле 8 да 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 и как раз две прождающие там была одна прождающая а минус 1 полома другая а квадрат минус 1 а z по 16 z со звездой это за 2 назад 4 и так далее да то есть откалывается кусок за 2 остальное будет уже циклическая так растим пока это более-менее хотя я уже видите начинаю спотыкаться я уже ловлюсь но в целом пока понятно все понятно отображение 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 при афтоморфизме этот корень из единицы должен перейти в настоящий корень из единицы и именно этой степени вот н н а не какого-то делителя то есть он не должен да потому что он настоящий порождающий граждан обратимых именно порождающие группы корни из единиц должен прийти порождающий отображение такое значит я говорю что для любого вот пусть есть какой-то а из-за звездочкой и пусть есть простое может быть 2 может быть даже 2 или ну бесконечно это так вот тогда я хочу сказать что я могу определить такое отображение обозначить ну давай обозначаю все у меня зависит от ну давай так все это с индексом p немножко такое доморочное обозначение похитей на него же там некоторые конструкции есть некоторые конструкции можно при построить реальный я еще пока не искал его свойства пока непонятно чем это реально смысле просто торжественная но вот на стихе конструкция которая по каждому не любому рациональному числу и по выбранному простому числу пристроить элемент группе было то есть какой-то автоморфизм какой-то спорят на вот и закон за месяц и на говорит следующее что произведение сейчас на сети мэн как-то этапы связано или нет сейчас просто абстрактная я просто группу группа голова дружить на примат чем тогда вот вот данного к вершине а какой-то это были примеры теперь мы продолжаем а то есть это п никак не связано с этим f с расширением просто она каждой но до каждой а до п простой тогда так вот теорема то что произведение значит опять же пти ой как интересно то есть сейчас будет куча всяких до любого что пти а бесконечности умножить на пти а по всем п простое равна единица вот но мы пока не сформулировали как да пока несложно придумать все единицы положительные вот но значит теперь это конечно не просто так делается вот а его есть ряд свойств лучше я скажу на примерах вот лучше я в этих примерах покажу что такое пси а потом для нашего самым интересным кумерус решения более общего это будет решение уже не q а q от затен правильно следующий этап будет сбегать вперед будет формулировать закон заимности для больше степени а мы сразу начнем расширять там уже наше поле это будет расширять нику а козе тэн вот и как он тэн или при всех как вы сразу же зум про то мын при котором мы хотим доказать а то есть мы возьмем корни из единицы только той степени которые нужно из кубички значит из аштейн если есть какой-то степень это значит дтп вот пример пример 4 будет галдова давай посмотрим какой здесь пример пусть f давай все первый пример мне даже вот как ты сказал пусть f давай пронумеруем эти примеры это был пример один пример 2 вот значит примере 1 что это отображение как ты думаешь так сейчас у меня есть корни из единицы до которые мы присоединили и у меня есть какое-то простое п и какой-то а да и теперь я хочу сфоргане пусть понедельник да тогда все это устроено следующим образом она должна действовать на этапе по модулин степени в это а я забыл сказать это гомоморфизм искусство звездой по умножению гомоморфизм значит да извини пожалуйста я лучше это более пультурно сформулирую сейчас подожди я пока буду вдуматься формулу ты сейчас так сейчас а где здесь действия ума на корень на кси я ведь q порождается с помощью кси я порождается с помощью кси я над ку да сейчас это гомоморфизм это элемент из-за жёточкой гомоморфизм отсюда в же да то есть для каждого п определен свой п-тый гомоморфизм искусство звездочкой в же то есть каждая п каждому рациональному начни нулевом числу составит соответствие какой-то автоморфизм более да то есть это автоморфизм должен быть определен на вот есть значение на да то элементы искусство звездочкой начинают действовать на новом поле да как как вот 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 я не очень понял а вот есть да я не вижу где здесь корень из единицы просто вот это кси я корни из единицы теперь мы уже давай а мы уже специфировали автоморфизм просто сама группа остатками по модуле не нулевыми обратимыми да 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 вот ну вот если возьмешь п но очевидно это да такой да естественно ну конечно когда по 9 хитрее но собственно ты из этой формы можешь вывести что присылка по 9 так что вы не было единицей сейчас секунда так значит если п недели ты мы просто взяли возвели в соответствующую степень сколько пешек на набитого а если аспир один просто элемент испарно просто действует реально это совершенно верно а если не взаимопросто мы возводим это теперь что ты спросил если если п входит в разложение до если они будут в эту формулу если п что я добавил что это конечное произведение это вот ты прям еще заметил что в этом примере да это очевидно да ну как да но есть так определить то ясно что только эти важны и что происходит если поделит и но никакой форму не дашь ты как бы ну единицы да тоже ну как бы это будет а помо все это вместе дать тебе а по модулин правильно вот пусть 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 не входит не входит пардон пусть а взаимпросту тогда если перемножишь всех этих друзей ты получишь что с точностью а помогли вот а значит она ведь и должна быть единицу значит выкрыть эти вот во всех вклад от всех п которые делят н это будет а по модулин минус 1 и все но это мы как бы сейчас так подгоняем под ответ подгоняем по то чтобы это было единицей помещен так сейчас а по модулю н сделали а эту мы пока не трогаем на это будет единица это будет всегда единица так то есть если этот в этом случае в этом случае утверждается что вещь второй случай это поле f она зависит от б и и теперь по каждому а мы и п мы должны с органе что элемент где это плюс-минус один да как ты думаешь что это уже конечно понял ну чё нет нет просто просто силу сейчас да да и силу до символ гибета символ гибета только с чем именно а с б и есть у нас б у нас же бы есть там берем б и вот написал закон займите вот значит забавно что что символ гибета и бы довольно симметрично в хотели а здесь они совершенно симметрично 1b определяет расширение а это то которым применяем артина да более того замечу что вообще-то как бы это теорема реальностью вот мы в этом случае сделать реальность просто можно определить как бы во все вот определить как-то по всем по всем по из какого-то очень простого множество вот по всем принтерящим это случая для каждого из конечной запрещенной но что правда вот ну правильно интуитивно здесь например когда я по нирам двойки вот такой сложный ну что простых вот но вы можем вот мы же легко определили когда они равны двойки сюда вот мы могли бы просто до определить при первой двойке так, чтобы произведение равнялось единице. Это была по-тупая теорема. Это не было ничего интересного, если бы, значит, что самое важное, что есть замкнутая формула, которая здесь написала, для первой двойки. Если бы ее не было, то это была по-тупой теорема. Это была по-тря ON-теорема, что АБ равно АБА, если силы-лежанды. И это же означает, что это равно чему-то. Да, вы теперь что-то равно чему-то, и тогда масло-масло. А интересно, что то, чему это равно, то есть ПКУКУП, что его можно определить кстати говоря, в зависимости от поведения по модулю 2, 4, 8. И вот эти вот символы, очень важно, что их можно определить как бы локально, так сказать. Это самое главное, что их можно определить не вот так, что это просто, чтобы произведение равно соединиться. А в каждом P отдельно. А в каждом P по своему себе. Это будет интересная теорема. И вот все остальное время, я пробую тебе объяснить, как это делается дальше. Вот. У нас полчаса есть, да? Ну да. В принципе, да. Я стираю. Да. Все стираю, да? Да. Так, стираю даже закон взаимности Артенера. Да-да-да. То есть, это может быть интересно, слушайте, потому что это ровно то, как были придуманы идеалы в кольце. И потому что они никогда этого не слушали, ибо я этого не знаю. Я только знаю, что там нет разложения. Я не знаю, что с этим делать. А, ну вот сейчас вот конкретные примеры, да. Сейчас вот конкретные примеры. То есть я как бы, когда есть, я доказываю, что есть, да, там, например, для Q корней с пятой степени, из единицы, которая нужна, это для A в пятой плюс B в пятой равно C в пятой. Я сам убил об стену себя в каком-то образом, пытаясь написать такую норму, в которой есть деление с остатком. Что-то я там перепутал и так и не разобрался. Поэтому нет такой лекции, как A в пятой плюс B в пятой и не равно C в пятой. Там какой-то прием, которого я сам не смог догадаться. Может быть, там и нет юфидовости, я что-то не понял. Вот там есть. Почему? Там есть нозажь сложения на множестве, а есть юфидовость. Да, да, я понял. А нозажь сложения не из-за юфидовой нормы. Там есть сражения, тем, я не уверен, что... Слушай, да. Какие там ограничения, я не понял из-за чего. Слушай, может быть, действительно суть в этом. Может быть, там и нету, да, никакой нормы. А нозажь сложения есть, а нормы нет. Да, слушай, да. Значит, так, поехали, да, третья часть. Это была граница, такая вот красная черта того, что я понимаю, того, что я так и не понял. Да, хорошо. Вот как раз. Я назову ее так, идеальные числа. Во, во-во-во. Собственно, так ты кинут к ней реально. Ну, собственно, понятие идеала я знаю, но вот я его знаю из книг, а предыдущий я выводил сам. Разница в чем? То есть, у всех эфидовости. Колец вот этих, Эйзенштейна там. Не, ну вот, не-не-не, вот до идеала, да, все. Вот то, что касается делимости, там всякие свойства колец Эйзенштейна, гауссовых чисел. Я очень это любил в 57-й школе. Я очень много чего там сам просто, ну, без всяких книг, сам выводил. А вот идеал просто прочел в книге и узнал, что это такое. Но это означает, что у меня нет работы, вот опыта работы с идеалом. Сейчас маленькая, маленькая да появится. Вот, значит, и так, пусть, теперь я хочу обозначить другую букву, и не Ф, А, К, они будут в разных ролях, потому что потом они будут встретиться. У нас как бы сейчас вот было Ку вложено в Ф, да? Да. Я даже помню момент, как я Финкебергу сдаю, у квад равно x-кубе минус 1. Решаю в целых числах. Понятно. Я помню, это в школе. Круто, круто. Вот, смотри, Дёш, значит, он, кстати, придет сюда, нет, Финкеберг? Да, он придет, и Вадик Вологодский придут 19 февраля. А, в 2-ю придут, да? Я думаю, что по очереди тоже, как с Мерзоном. А может вместе посмотрим. В общем, они будут, да, с ними уже договорился. Круто. Значит, пусть мы, у нас было вложение Ку в Ф. Мы сейчас будем менять Ку. Потом мы будем поменяем на поле К, будем сейчас на звука. А потом будем Ку решаясь с помощью какого-то облевого. Поэтому я буду так вот устроен. Вот. Пусть, значит, Ку вложено в К. Какое-то тоже конечное решение. Я ни разу не говорю, что оно ГЛОА. Просто конечное. И не говорю, что оно нормальное. То есть, расширение. Вот. Так. Значит, тогда, ну, вот пример. Ну, любой пример. Давайте мы будем сейчас держать пример. Ку вложено в К. Давайте я возьму корень от корня из минус пяти, мне хочется. Да, но я хочу сказать для слушателей, что это все равно все лежит в С. Поэтому это все ручное. Потому что оно лежит в вас в четверо, а в четверо лежит в С. То есть, множество всевозможных сумм. А плюс Б корней из минус пяти. Ну, да. Где А и Б рациональные числа. Значит, вот такие. Если перемножишь, сложишь, они останутся такими. Конечно. Конечно. Вот. Значит, теперь дальше можно определить кольцо целых. О, это некоторое под кольцо. Его можно определить алгебраически, точно. Но давай лучше в этом пример. В этом ВК выделяется некоторое специальное образом под кольцо. Так. Которое можно обидеть им рядом. Ну, я дай коротко скажу о поделении. Это множество всех таких А из К. Да. Таких, что существует F от R равно нулю, где F имеет такой вид. F от X, многочисленный какой-то, имеет вид X. Начинается с X в одной. Их в какой-то степени в N плюс там A минус 1. А, это плохо уже. B минус 1, X минус 1. И так далее. То есть, тогда плюс B0. И все B и ты целые числа. Ну, да. То есть, пересечение кольца целых алгебрических чисел. И нашел кольца. Да. Вот именно. Пересечение. Совершенно верно. Вот утверждается, что, например, вот в этом примере здесь будет O равняться чему? Z от корня из минус 5. Ой. Вот. Да. Значит, хорошее упражнение. А иногда бывает иначе. Я помню, я с этим разбирался. Да, иногда надо полусумму. Иногда надо плюс 1 пополам. Это простое приятное упражнение на... До термината. На квадратное уравнение. На сопряженных, да. На решение квадратных уравнений. Вот. Хорошо. Значит, в данном случае целыми являются только числа вида целая плюс целая на корень из минус 5. Да. А в случае Эйзенштейна это не так. Не так. Вот. Значит, теперь мы хотим рассказывать... Ну, вот как у нас там были все время простые какие-то числа, правильно? Да. Что такое простые числа? Это такие, на которые рационально можно, значит, рассказывать. Можем здесь тоже рассматривать... И Лейпу, скажем, по-другому. Что простые, значит, такие, на которые не делятся ни на что, кроме себя и плюс-минус 1. Ну да, там простые и неприводимые получаются. Неразложимые. Неразложимые, да. Вот, и возникает такая фигня. Вот давай посмотрим на идеал 6. Да. Так. Не на... Пардон. Какой идеал? На главный идеал числа 6? Да, не, 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 я хочу три слова идеал. Давайте посмотрим просто на число 6. Так. Да. Значит, вот здесь посмотрим. 6. 6? Это 23, правда? Но также... 2 и 3, они неразложимые. Ну, это можно проверить, что... Ну, это руками проверить. Такой маленькой 500. Что 2 нельзя представить, как бы идеал. Я уже понял, к чему ты клонишь. Это 1 плюс корень из минус 5 вносит на 1. Конечно! Ты все сразу понял. Вот, 1 плюс корень из минус 5 вносит на 1. Их можно руками показать, что это тоже неразложимые. Это 2 разложения на неразложимые. Все это неразложимые. Да. Это упражнение, которое я уже делал. Да, простое упражнение. Значит, уже возился. И вот дедакин. Я возился, но я вот не с идеалами, а вот с этим. Я даже не понял, что делать. И вот озарение дедакинда, что... Да, числа не хватает, чтобы была аналог однозначительной разложимости. Но мы ведем... То есть не идеальный миру сэндом. Мы ведем идеальные числа. Идеальные числа. Идеальные числа. А плюс Б принадлежит И. То есть подруга сложения И. Для любых А из И, С из Р. А С принадлежит тоже И. Ну да, А белево подгруппа и съедает кольцо внутрь себя. Главный пример. Это, конечно же, все числа, делящиеся на Н, З. Либо можно обобщить. Если у вас есть какой-то элемент А из Р, то тогда можно рассмотреть А умножить на Р в Р. То есть все числа, имеющие вид А умножить на какой-то Б, и где Б и З. Это коммутативно всегда все, да, у нас? Ну да, 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 коммутативно кольцо, да. У нас все коммутативно. У нас не будет ничего коммутативно. Да, ага. Да, либо другой пример, что если у вас есть какой-то А1 и так далее, АН какой-то набор элементов из Р, то можно рассмотреть то, что называется в руссковниках А1, АН. Это множество всевозможных линейных комбинаций АИТ и БИТ. Ну да, и даже все. БИТ это уже элементы из Р, просто любые элементы из Р. Легко заметить, что такие линейные комбинации, они замкнутые изложения. Конечно, если ты умножь на любой элемент из РС, у тебя просто все БИТ и до множества, на С тоже будет такого видимо. Да, конечно. Вот. Значит, ну и вот утверждается, что давайте введем обозначение П1, это будет идеал, господи, так, порожденный, но тут я должен посмотреть подалку. Этими двумя, и этими двумя, да? Этими двумя, да? Нет, мы сейчас хотим доразложить, понимаешь? А, сейчас, тогда мы должны здесь какие-то целые еще придумать, да? А цель, чтобы единственность сохранилась? Да, чтобы сохранилась единственность. Ну, я бы взял две отсюда и две отсюда. Как две отсюда? Ну, то есть взял бы идеал, порожденный двойкой и один плюс корень из минус пяти, или идеал, порожденный тройкой и вот этим. Умница, правильно. Тогда сразу же ясно, что… Два и один плюс корень из минус пяти? Да. П2. Это тройка? Нам один и один минус корень из пяти не надо брать. Да, и тогда ясно, что вот это из этого, и это из этого, но также это тоже из этого, и это из этого. Вот, тогда, значит, я хочу сказать… А, еще третий ты взял, да? Да, три. Вот таких три взяла. Вот тогда будут такие соотношения, что идеал, порожденный двойкой, это п1 квадрат. Можешь потом порешать. Идеал, порожденный тройкой, это п2, п3. Ух ты. Ух ты. Идеал, порожденный один плюс корень из минус пяти. Как ты думаешь, что? Сейчас, подожди. Ну, просто догадайся. Сейчас, сейчас, сейчас. И он же этим, да, порожден, получается? А, нет, это разные. Это разные. Сейчас. Вот этим нужно взять сумму этих двух, как идеалов. Нет, сумму я бы, мы раскладываем. Мы только раскладываем, да? Ну, конечно, мы гликативно. Ну, вот смотри, двойка и тройка, я тебе сказал, что это такое. Нет. Значит, шестерка, это получается, что это… Шестерка, это п1 квадрат, п2, п3. Да, да. А я хочу сказать, что вот это просто мы сгруппировали по-другому. Это будет п1, п2, а это п1, п3. Вы просто сгруппировали, и вот оказывается, вот сразу стоит видна однозначность разложения. П2, 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 п3. П1 плюс корень из пяти, как интересно, да. Ты видишь, однозначное разложение, что теперь у тебя, значит, теперь у тебя шестерка, на самом деле, п1 квадрат, п2, п3. П2, п3. А значит, можно по-разному сгруппировать просто? Да, да, по-1 квадрат, по-2, п3. Можно по-1, по-2 сгруппировать, и по-1, по-3. А можно по-1 квадрат, и по-2, по-3. То есть, как только я перешел к перемножению по Минковскому, значит, этих самых… А, я не сказал, что такое произведение не делал. Ну, по Минковскому. Да, ну, может, по Минковскому, да. Это множество всевозможных сумм. Да, не совсем по Минковскому, это суммы всех. Суммы, где и не фиксирована какая-то… Да, 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 да. Где АИ ты из И, БИ ты из ЖИ. Ну, то есть, это минимальный идеал, который содержит все произведения по Минковскому, произведения их по Минковскому, по сути. А что это произведение по Минковскому? Ну, это когда каждый из каждого подножства на подножство. Я всегда сейчас… Я школьник всегда учу, что нужно сразу умножать и складывать и подножство тоже. Каждый из каждого, да. Да, хорошо. Да, все понятно. Вот так. Вот. Ну, это упражнение, да, меняет для всех. Теорема, что… Что-то единственное, да? Что, да, что любой… Ну, давай, скажем, сейчас я не буду… Любой идеал, особенно, это, значит, рассказать в произведении. Любой идеал И, В, В, О… Потрясающе. Вот это здесь я не понимаю еще, я не могу чувствовать этого. Да, это будет потрясающе. П1, как-то, N1, R1. Офигеть. П, N, R, N. Вот. Это, знаешь, я тебе могу прислать упражнение. Это все рассказать просто последность таких хороших упражнений, по кулакоте алгебры. Не требащих понятия, там, не знаю, Коль Макалеев, Сигрыш-Тейс. Просто плюс-минус один. Идеал, примножил, умножил, такие трючки, там, знаешь, там, одно вложено в другое, значит, если там донужно что-то еще, там, по-другому будет вложено. Вот такие очень конкретные кулакоте алгебры. Это очень хорошая функциональная кулакоте алгебры. Да, вот это вот, вот здесь, там, вот здесь, все, вот за эту черту я пока не ходил. Да, да, но это не требует, еще раз, это не требует, там, чтобы девизоры знать, понимаешь, да, пучки. Это, 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 вот здесь ничего нет. Это руки, это руки, да, это первокурсники. Да, это первокурсники. Это плюс-минус умножить, и все, больше ничего здесь не надо. Это руки и какие-то трючки. Класс. И это верно для любого кольца целых чисел в конечном решении, да? Да, 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 просто оно обладает, значит, теорема в общем случае звучит так, что если, что в кольце однозначность изложения имеется на простые идеалы, тогда только тогда, когда оно обладает, там, тремя конкретными свойствами. Если три конкретных свойства, легко определяется ли этого кольца. А, то есть не всегда, вот если я взял любое конечное расширение ку... То всегда. То всегда, да, да, ну это же не любое кольцо О. Это какое-то... Да, даже не БЛОА, да, то есть здесь можно брать косы. Да, 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 я имею в виду, в мире есть очень много разных колец. Вот есть кольца, которые получаются таким образом. Вот для них те три свойства, которые сейчас не говорю, они будут... Они выполнены, да. И они легко проверяются, вот это проверять сложно, вот как это проверить. А те свойства легко выполнены. Дальше абстрактная теорема, что здесь в кольце, что равносильно, выполнят те три свойства, вот это. Я тебе пришлю упражнение, ты почитаешь. Круто. Ну это Батим Ак-Доналдин написано. Это хорошая очень точка входа в комнатативный алгоритм. Супер. Так, что стирать? Все. Все, отлично. Так, это мы поговорили про предложение. Теперь мы, вот как раз, теперь, ну хочется очень дойти до закон взаимности, значит, поэтому... Теперь мы сразу же скажем такие слова. Ты был пропорядические числа еще или нет? Знаешь, я придумал, как без них, потому что мы опять не успеем. Ага. Теперь о чем идет речь? Идет речь о том, что вот есть теперь два числа, ну скажем, мы хотим понять, когда одно является теперь не квадратом, а энд и степень, по-моему, для другого. Да. Вот, значит, ну мы будем поступать по-другому. Значит, ну вот тут, как мы в прошлый раз правильно Леша отметил, что тут надо ставить вопрос не да и нет, является, не является. А в какой степени не является. То есть нужно инвариант, он будет, например, в случае кубическом, он будет жить не да-нет, как бы не 0-1, не плюс-минус-1, как угодно не кодировать, там черно-белый. А он будет, ответ, то есть с любыми двумя простыми надо связать некоторые корни из единицы. Либо один, либо корень кубички из единицы, либо его квадрат. Это вот компрессы сопряженные, вот. И вот, на самом деле, значит, теперь мы, это какая часть? Какая? Я все время люблю еще мои фишки, я слушать и спрашиваю, какой сейчас номер части. А, а, читал это правило. Это обычно, да, это обычно проявляет, кто такая-нибудь аккуратная девочка на первой парте, там все записывается. Ну я помню, сколько раз и стирал еще пока. А, вот, ты помнишь, сколько раз ты мучился, да, вижу. Но, на самом деле, та девочка пишет, а ты наоборот стираешься. Новостной ролик, который был в защиту Азата, я настолько был возмущен, что я его не забыл, какой у него номер. Ну, у меня был ролик новостной, в котором я писал свободу Азату, давайте выпустим ребенка из тюрьмы. И я забыл, забыл. А, то есть, номер кого? Ролика? Ролика, да. Ты помнишь номера всех роликов? Ну, у меня было там три или четыре, и тут я, значит, и после этого все поехало уже. Сейчас пятый, шестой или седьмой, я уже не помню. Ладно. Так, значит, мы говорили-то, мы, да, вот простые числа. Теперь, теперь, как бы сказать, давайте скажем закон взаимности, закон взаимности. Я тут сделаю небольшую мазьбу. Гильберта. Да. Так. Уже не для Q, так было, а для Q от Zn. Это будет K. Ага. Так. Ты собрал все корни. Я собрал. Значит, теперь я хочу, ну вот, и зафиксируем, значит, через K обозначим такое поле. Q от Zn. Что это такое? Это все возможные суммы. Аи, Т, Zn, Vt. Z бегает от нуля до n-1. Аи, Т, это рациональные числа. Вот такие, это подложка в комплексных числах, если угодно. Мы смотрим. Так, ты взял n степень. Так, ты взял n степень. Но это не простое, n какой попало. Там все сложно, да? Пока да. Но я единственное, где я тебе приведу явную формулу, я еще успею, это будет P простое. А, так, значит, дальше мы берем соответствующее поле. Да. Естественно, там, единственное, что, ну вот, не степень n, оно опять степень Fiat N, да, будет? Ну и что? Не важно, да? Да, мы уже приемную его степень, да. Значит, мы смотрим такое поле. Вот, хорошо? Так, да, это пожалуйста. Вот. Вот, все такие вот линейки. Ну вот они, да, они уже, на самом деле, это избыточно, то есть можно... Избыточно. Да, ага. Вот. Ну, для простоты вот так. Теперь в этом поле есть тот кольцо O, о котором я только что говорил. Вот. Ну и, собственно, вопрос в том... Напоминаю, это пересечение этого поля с кольцом всех целых алгебрических чисел, с которым мы уже сталкивались с вами в роликах. То есть решение уравнения с целыми коэффициентами и старше в равном единице. Да, вот. И мы только что обсудили, что не для всех полей К бывает так, что в О есть однозначно сложение на множители. А, собственно, что могло бы привести? Могло бы привести в то, что мы знаем, что есть однозначно сложение на простые идеалы. Если бы все простые идеалы были главными, я забыл сказать, что главные, который прож find, это понятно. То есть вопрос в том, все ли идеалы главные. Вот, значит, теорема, что в... если все идеалы главные то неважно и вклидывали кольцо из этого тоже выводится давайте назовем в оп где простое то что лёша говорил несколько раз и существует однозначно разложение на простые множители вложение на не на неразложимые числа я почему не идеал и тогда когда при меньше на 19 то есть 23 уже нету и дальше никогда не туда дальше к нету вот я не знала на электро хист их там еще больше есть но их там по моему я помню сколько штук их там грублями 40 скорее 3 это исключение вообще если поставить вопрос для любого м то таких м здесь однозначно их там помните там 30 таком-то или порядка такого фантастика то есть на сами если как только начинаете для какого-то достаточно большого п 23 интересоваться закон взаимности вы с необходимостью приходите к идеалам ну да но я сейчас буду говорить поэтому темно что то я буду что-то говорить темных идеалов но если если кому-то смущает дело можно думать про такие маленькие по например право на тройке и считаю что такие кольца где тоже можно создать нам простые элементы вот неразложим элементы хорошо значит теперь утверждается что пусть к в это что расширение гао 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 как вы а блин а а белева а белева сабелевая группой автоморфизмов голова до группу ф на тк теперь уже группа же а белева группа здесь все все корни они корни и на степени из нити все стоят да и тогда на самом деле когда на самом деле для любого то есть вообще то что я хочу сказать можно для любого каблу для любого числа поле тогда отображение устроено так что для любого простого п и потому что идеал теперь идеал уже а я ни разу не скажешь под活ки как на式ут или но просто идеал и это такой который 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 они план этот максимальный этап который так создает определение просто простое число это такое что если праздники делится на п то этот самый то один из них делится на по я здесь соответственно если произведения идеалов внутри него лежит то один из них целиком на то Лучше сказать, произведение двух элементов попадает в идеал, значит, один из двух элементов кольца лежит в этом идеале. А, ну, совсем просто, через элемент. Да, но можно, в основном, для таких колец простые идеалы можно говорить по-другому, как идеалы, которые не раскладываются в произведении двух других идеалов. А, прям так, да? Вот эти колец. Поэтому вы можете, как бы, для начала не пытаться всю теорию контактинологии понимать, а просто сказать, что вот есть такие идеалы, на них все раскладываются, есть простые, те, на которые нельзя уже разложить на меньшее, и вот на них все раскладывается однозначно. Да. Вот это простые. Значит, для любого простого идеала утверждать, что есть бомбоморфизм Пси с индексом П, а вообще, да, из К со звездочкой, группу Глуаже и теорема, опять я повторю, в том, что произведение по всем, значит, П, ну там еще есть бесконечность, я не хочу это обсуждать. Для таких полей не будет никакой бесконечности, потому что там нету плюс-минуса, там нету больше-меньше, они уже, они могут, их нельзя вложить вещественные числа, поэтому там и не будет никакой бесконечности, произведение по всем, П простые идеалы, вот эти вот Пси от А до П равно единице, нейтральный элемент группы. Для любого А из К со звездой. Да, для любого А из К. На этот раз уже, соответственно, у нас не только рационально, у нас уже все комбинации. Да, 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 это уже, вот, это теорема, закон взаимности Арктина есть. Так. Но Гильберта, я сейчас специфицирую, значит, давай просмотрим пример, это был закон взаимности, давай, может, мы это назовем действительно Арктина? Ага. Вот, а Гильберта, ну, это уже все назвали условности, но самый общий вариант это Арктина. И это верно, на самом деле, я говорю, для любого числа поля, не только для такого. Ха, любое числовое поле, берем его конечное объеме расширения, возникает набор комморфизовых, произведение на единицу. Вот. Всегда. Это и есть закон взаимности Арктина, да? Это и есть закон взаимности Арктина, буквально, вот. Вот. То есть только Пси надо объяснить, как строить. Надо объяснить, как строить, чтобы была интересна теорема. Вот. Ну, значит, я сейчас приведу ключевой для нас пример. Это, ну, вот, как ты думаешь, мы сейчас будем, конечно же, обобщать. Мы, как бы, сошьем сейчас два примера, те, которые были, первый, второй. Во втором мы что делали? Мы прибавляли квадратные корни. Сейчас были корни квадратные и были корни вот эти. Это было решение ГУЛА, потому что можно, если есть корень квадратных, есть и минус корень квадратных. Ну, понятно. А если мы хотим… Зачем? Вот ради чего мы напрягаемся? Ради чего мы сделаем Zn? Да потому что если мы присоединим корень кубический, скажем, из числа рационального, то мы совершенно не обязательно присоединим все корни кубические. И мы их присоединим только тогда, когда у нас есть корень кубический из ницы, правда? Ну, конечно. Конечно. Поэтому мы присоединим корень кубический n-той степени из ницы. И вот можно теперь рассмотреть какой-то b из k со звездочкой и рассмотреть поле f, равное чему? Мы присоединяем, во-первых, к cn, а во-вторых… А, тогда просто корень любой степени из b. n-той степени из b. А, n-той. Да. И тогда группа была. Да, тогда группа была. Ну, я не говорю, что она обязательно zpnz. Она вложена в zpnz. Там, вообще-то, тоже она не обязательно zp2z была. Мы, конечно, неправильно сказали. Она, например, если ты берёшь, извлекаешь правильный корень из квадрата… Ну, понятно, да. А здесь тоже. Ну, здесь хитрень, да? Потому что n могут быть делители. Ты можешь корень в шестой степени и взлечь из квадрата. Тогда это то же самое, что корень кубический. Да, правильно. Но она в любом случае там будет вложена. Даже не zpnz, а гораздо правильнее сказать, что μn в корне из ницы. Да. μn. Как она вложена? Она вложена так. Элемент g переходит в корень какой-то z. Такой, что… Значит, когда ты применишь g, g и автоморфизм больше. Правильно? Ну, да, понятно. Должен по той же траектории бегать. Ну, да, да. Ну, например, если бы и так была этой степень, то неправильно. То есть, автоморфизм — gvn равно id, а gvn равно… Соответственно, b… Единственное, что мы можем прирастить сюда, это корень n на степени z. Да. Вот. Ну, и тогда в этом случае, как ты уже, может быть, догадался… подкрутка получается. А, b… …подкруточка на все. Значит, если p… Если p не делит n… Что значит, p не делит n? Это n не принадлежит идеалу p. Наоборот. Мы берем идеал n. Прождаем натуральным числом n. И смотрим на идеал го. Ой, сейчас… p не делит… Да. Ну, с точки зрения интервью… Давайте смотреть с точки зрения интервью делимость. Это означает, что берешь просто число n. Да. Но прождаешь ему идеал, раскладываешь произведение простых. И вот пусть p туда не попало. Да, понятно, да, да. Я сейчас боюсь, что у нас отражается отражение. Тогда a, b,p — это то же самое, что сила гибельта. Я сейчас только объясню, что это такое. Мы берем все то же самое. Минус 1 в степени vp от a. vp от b. Значит, только vp от a, vp от b. Это точно так же. Что такое vp от рационального числа? Ты берешь, рассказываешь про произведение простых. Может быть, в отрицательных типах. Да, нет. Если есть однозначно рациональное множество, то все очли. А здесь то же самое, да. Только теперь уже прямо движитель. Вот. Теперь, значит, берешь то же самое. Тоже самый трюк. Это гибель придуманную формулу, я так понимаю. В степени vp от a. И все это в степень… Нет. По модулю чего? Простого идеала p. Значит, это будет лежать где? В… Вот этот индивидуальный товарищ лежит где? Он лежит в факторе vp. В vp, да, да, да. vp, вот. Теперь, значит, что это такое? vp, можно показать, что это конечное поле. Более того, оно будет конечное расширение… Это всегда вообще, да, будет? Всегда. А вот даже откуда еще… Да, откуда… Конечное расширение поля vp, 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 vp. vp это может такое, должен vp взять, пересечь z. Это будет идеал порожденный vp. Значит, ты можешь любой простой идеал… В кольце vp взять, пересечить z. Можно легко показать, что будет простой идеал vp. Значит, он порожден каким-то простым числом vp. То есть для каждого простого идеал vp связано… Связано какой-то четкий… …вот, да, четкий vp… Ну, и потом мы должны развести степень какую? Пверты минус 1, сейчас, подожди, как-то связанное с Пвертой. Ну, может, Пверты минус 1 пополам прямо или нет? Или делить на n? Пополам ли? На n, правильно. А почему? Пверты минус 1 делится на n. Потому что эта штука под поле, там по размерности получится. Что, что, что? Размерность делится на n, а нет, на f от n. Почему же она делится на n? Сейчас, подожди. Сейчас, значит, если... Почему она обычно делится для конечного поля на 2 обязательно? Потому что есть плюс минус 1. Да-да-да-да-да. А тут у нас есть... А, есть, то есть мы берем... Они не могут быть маленькими. Дело в том, что это fp, для такого p. То есть есть такая необходимая... Они, некоторые p обязаны расшириться. То есть есть такой момент, что у нас есть ztn. Да. Здесь круголь, замечание такое, вот я вот здесь делаю, замечание. Сейчас, давайте рассмотрим. Если p не делит n, то тогда у нас вот эта группа μn, кормит из ницы, группа, порожденная ztn. Да-да-да-да-да. Она вложена, взять им по модулю p, она вложена в opp. Все-все-все. Теперь все понятно. Вот это самый кусок, который мы привезли везде. Но орбита, это группа, все. Да, но если есть подруба, то значит и делится. Более того, когда мы поделим, мы как раз попадем в эту подгруппу. То есть на самом деле весь этот товарищ, он живет, вот теперь мы это развестили, он будет жить вот в этой группе, μn ее назовем, так она стандартно обозначается, μn. Группа хранит две степени зницы, статистическая группа p.n. Да, потому что временные, то она дает единицы, по теории, мало-теориям ферма. Да, и все, вот, да. Теперь у нас, значит, у нас, ну, там, буквально здесь нут, да? Ну, да, да. Тут прям строго должна закончиться. Дело в том, что я должен бежать сейчас. Вот, тогда стирай скорее, вот. Я скажу главную вещь. Значит, ну, собственно, мы можем подставить, получить закон взаимостей, да? То есть это для p, не делящих n. Так. Теперь я буду считать, что n простое число, l. И скажу тебе, что будет для l. И на этом мы закончим. Давай. А периодически еще как-нибудь, да? Или может, Вадик расскажет? Ну, вот, периодически, да. Может быть. Сейчас будет периодически. А сейчас будет периодически. То есть, смотри, давай посмотрим на теорему. Что это говорит о теореме? Что произведение вот таких символов. Да, значит, несложно, дома поговорявшись, понять, что, ну, скажем, ну, для простоты. Пусть p был какой-то простой идеал. Пусть он был порожден одним элементом. Да. Ну, скажем, b. Да. Что тогда? Вот тогда a, b, p. Да. Это в точности вопрос про то, является ли a n-той степенью по модулю p. Вот эта формула, она кодирует свойство быть n-той степенью по модулю. То есть, все вопросы, связанные с тем, является ли одно n-той степенью по модулю другого, они связаны с вычтением вот этой части символов Гиберта. И если не является, то какому из... Ну, да, какому, как бы, насколько не является. Вот. Но это все относится к тому случаю, когда p не делит n, это подчеркиваю. Это все было pq, qp, в кодосимых законах нельзя вместить. А теперь самое интересное. То, что делает его действительно законом. Вот. Значит, теперь самое главное, что теперь предположим, что... Делаем предположение. Предположим, ну, p у нас уже было, поэтому, что n равно n мы его обозначим. Простое. Так. Теорию чисел в различных геометриях часто через r означают простое тоже. Чтобы отличалось rp, когда нужно это и другое, как сейчас. Вот. И тогда, что же такое, значит, что же такое будет вот в этом случае, то есть у нас поле f. Да. А, я не сказал утверждение, что это будет в ситуации psi a, psi a, p, вот. Ну, да, да. То есть так же, как... Да. Вот что такое, что такое тогда будет psi a, l. Только не l, значит, в этом случае. Если l простое, то есть такая вещь. Значит, мы обсужаем z, l. Давай обозначим p, такой элемент. Значит, так, сейчас то ли 1, значит, то ли... То ли, если я взвожу в порядке... Так, сейчас, 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 записано. То ли z, минус 1, то ли 1 минус z. Значит, мы хотим, чтобы p это было 1. Значит, z был бы 1 плюс p. z был бы 1 плюс p, значит, z это 1 плюс p. z это 1 плюс p, да. То есть z это 1 плюс p, да. Так. Это такой элемент во. Утверждается упражнение. Можно сам решить. Что это простой идеал. Идеал. И что p степень... Я сразу на Эйзенштейна, я его угадал. Эйзенштейн это 1 минус омега, это корень стройки. Да, 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 ты угадал. Да, это ровно оно есть. Корень из z. Как тот самый полусумма, да. 1 минус 1 степень. Да, идеал, порожденный L, это p, порожденный L минус 1. Поэтому здесь я пишу не L, а я пишу p. Собственно, единственный простой идеал, который делит L. Да. Получается, что все простые идеалы в этом кольце разделись на две группы. Одна это все идеалы, кроме p, его для них формула. Это аналог полностью с Эйзенштейном. Да, да, а другое это p. Его история такая, самое главное, самое главное, барабанная дробь, вообще компенсенсия всего. Что это такое, что это такое, что это такое, что. Вот, если мы сейчас дадим замкнутую формулу, мы сформулируем закон заявленности всего, правильно? Теперь я даю совершенно потрясающую формулу, которую придумал Кунгер в середине 90... Нет, невозможно угадать. Это невозможно. Эта формула, она, она именно, что она потрясающая тем, что она выводит за пределы чисел. Сейчас будут ряды, функциональные ряды. Сейчас будет нечто. Вот, значит, мы делаем такую вещь. Мы сейчас посмотрим на такую потрясающую формулу. Значит, что такое O по модулю p? Еще упражнение. O по модулю, это было 1, 2. Ну-ка, скажи, сколько O по модулю p? Кольцо по модулю этого идеала p, это поле из... В общем, это z по лизе? Да, ага. Из элемента, да. Вот, O по модулю p, это z по лизе. Окей, теперь мы берем какой-то элемент a. Да, единственное, что, давай для простоты предположим, что p не делит a. И p не делит b. Более того, мы для простоты предположим, что a по модулю a и b из единицы по модулю... Да, я помню, в Эйзенштейне именно так формулируется. Закон заемиста тоже для тех, которые... Ты понимаешь, закон заемиста, ты видишь, ему вообще плевать, там, по модулю, там вообще для вырешения. Поэтому, конечно, есть формула более общая. Да. Но мы сейчас просто сформулируем... Хорошо, пусть так, так. Пусть так, вот. Тогда давайте, например, напишем 1 плюс p умножить на какой-то a штрих. Дальше напишем a штрих. Это некоторое целое число. Ведь a штрих по модулю p, это целое число, я подчеркиваю. Это элемент внизу. Это целое число. Давай напишем какой-то a... Значит, a... Это будет наше a0. Напишем a1 плюс p умножить на a2 штриха. A2 штриха напишем a2 плюс p умножить на a3 штриха. И так далее. Мы получим некоторый ряд. Я назову его f. Сумма аито икс витой. Бесконечный ряд. То есть имеющий вид 1 плюс a1х плюс a2х квадрат. Обалдеть. Аналогично для b. Да. Это обалдеть, действительно. То есть мы никогда не построили ряд неожиданных. Я до сюда никогда не додумывал. Я в кольце Эйзенштейна я понимал, что там вот по модулю 3 0 плюс минус 1. Но чтобы потом из этого ряды вот такие вот последствия... Нет, это гениальная идея. Это как раз очень флософски крутая идея, что мы за числом... Мы должны реализовать числа как значение функций. То есть можно сказать такое в кавычках вещь, что... Я здесь все скажу. Пока в кавычках, что f от π равно... Где, где, где f от π, что? Если ты этот ряд почитаешь в π, это будет как бесконечная сумма, и тогда придать смысл. Но можно придать смысл, и тогда f от π будет, конечно, как бы равно а. Мы хотели бы этого, правда? Потому что... А, ну как бы потому что вы начинаете... Да, но это правда, потому что ряд сходится в периодической топологии. Но мы сейчас даже не будем придавать этому смыслу. Мы не будем. Мы просто построили ряд и успокоились. Аналогично для b. Так. Ряд g от x. Тоже начинающая единица плюс b1 x. Присто далее. Присто далее. А теперь главная формула. Значит, что мы берем... А, b, хотим понять l. Правильно? Да. Вот это мы хотим понять. Да. Значит, это что такое? Ну, мы там записили с собой zl. Это будет zl в какой-то степени, правильно? Эта степень, что это такое? Что-то по модуле l должно быть число, правильно? Да. Просто целое число по модуле l. Да. И вот это будет ответ, правильно? Ну как там, минус 1, степень чего-то? Конечно, да. Что это такое? Мы должны взять такую вещь. Вычет. Логарифм f. d логарифм g. А здесь еще x минус 5. Это уже комплант, да, пошел? Вот. Это такой формально алгебрический комплант. Здесь нет никакой по исходимости. Значит, что здесь вообще написано? Только d здесь так что напишу. То есть давай я чуть-чуть более подробно скажу, что есть имеется в виду. Более явно. Ты берешь логарифм f. Что такое логарифм f? Ну, вроде как, если взял... Ну, что такое логарифм f? Это тоже формальный ряд. Вот этот ряд давай напишем. Как 1 плюс f с волной. Да. Вот. Что такое логарифм f? f минус f с волной. Это f с волной. Минус f с волной в квадрате пополам. Да, да. Плюс f с волной в кубе и так далее. Натрий. Формальный логарифм. И так далее. У него коэффициенты являются рациональными числами. И в знаменателях появляется когда-то p. Да. Когда-то p является. Вот. Что такое d логарифм g. Как считается производная логарифма? Ну, 1 делить на это умножить на производная от f. Да. Значит, на самом деле, d. d логарифм g. Это g штрих. Ну, да, g штрих. Делить на g. Ага. dx. Ну, да. Вот. Что такое умножаем еще на x минус 1? Что такое вычет? Это коэффициент при dx на x минус 1. g это коэффициент. Это определение. Коэффициент при dx делить на x. Если люди не знают, что это dx, вообще не надо переживать. То есть, поэтому, явно мы видим, что вот этот весь крокодил. Да. Звездочка. Звездочка. Это коэффициент. Он будет как формальный ряд. Мы должны вывести его первым. Причем? При каком коэффициенте? Давай мы этот x минус 5, но это звик, правильно? Просто, реально. То есть, это коэффициент при x. В какой степени? В п минус 1. В п минус 1. В каком ряде? В. Вот в этом ряде лог и фото написано. Лог на вот этот, да. Лог f. Значит, на g штрих. Да. И поделить на g. Но это вообще дольциальное число. И что такое дольциальное число по модулю L? Если у него нулевая... Упражнение, что VL от вот этого числа... Да, равно нулю. Ну, да, равно нулю. Нет, я не буду говорить на нулю. Больше... Ну да. Даже 0. Нет, оно может быть на нулю. Оно может реально. Это может быть L. Вот поэтому больше 0. То есть, знаменатель и взаимопростая ответ. Поэтому можно здесь помодрить. А, все, все. Это можно оказывать единицу. Может, разомберем. Ну, это будет единица. Это там одного, да, два одного, там, нулю. То есть, целая, как бы, часть... Да, но это очень легко, правда? Потому что... Ну, что такое... Понять как стоимость коэффициент при x в п минус 1. Как понять, как стоимость коэффициент при x в минус 1? У тебя f начинает с x, а когда ты возводишь его в квадрат и делишь на 2, здесь у тебя не возникает p в минус 1. Когда возникает p в минус 1? Только когда ты возьмешь f в степени p. А там уже начнется с x в минус 1. И вся история, когда ты интересуешься x в минус 1, у нее можно делить. Можно делить на 2, на 3 и так далее. Инструкция ясна, но надо добивать. Ну, это понятно упражнение. А теперь главное упражнение вывести из этого противника закона за Эйзенштейна. Эйзенштейн. Да, я уже понял, что оно последует. Это просто... Я уже чувствую, примеряю для Эйзенштейна. Это просто в лоб написать этот ряд. Это одна строчка. Это не надо там долго учиться, придумывать чего-то. Ну, там 0 и минус 1, и 1, конечно. Да, давай мы сформулируем, какое-то надо вывести утверждение. По камере, то утверждение, которое я имею в виду, может быть, немножко отличается от твоего Эйзенштейна. Ты можешь и твоего, по-моему, вывести. Но по камере упражнения вывести кубический закон. Денис, там ждут уже или нет? Если пишем кубический, значит, как мы сформулируем так, что если А и В, это элементы из Q от Z до 3, со звездочкой, то есть у нас Эйзенштейна равно 3. Да. Вот, не нулевые. Значит, и предположим, что А сравнимо с В и сравнимо с единицей. Значит, пусть В3 от АВ равно нулю, как бы В3 от В равно нулю, ну, так интуитивно. Так вот, по-моему, для 3 они сравниваются с единицей. По-моему, для 3, заметь. Да. Я прошу по-моему, для 3. По-моему, для 3. Не по-моему, для этой. Да, тогда АВ, там, кубическое. Да. Рано ВА кубическое. А, ну да. Ну, это... То есть АВ и БА, это произведение по всем П, простым идеалам, простым числам в этом кольце, не делящим 3. Не равном 3. А теперь еще, потому что на самом произведении, что... Я понял, в Арленде, Ролзе, минус 1 они брали. Плюс-минус 1. Они брали минус. То есть вместо единицы двойку брали. Ну, неважно, это то же самое. Да, тут просто указание, указание. Они выбирали, они выбирали то, которое 2 плюс 2, 2 по модулю 3, да, плюс 9, 6 на 3 омега. Да нет, тут вариантов много. Ты понимаешь, что с этими динами ты можешь набрать в частных ручках. Это просто самый такой простой. Вот, просто указание в том, что 3 — это π квадрат, правильно, в этом случае? Да-да-да-да, но тут на самом деле ям. Поэтому эти числа, они один не просто по модулю π, а по модулю π квадрат. И ряды будут начинаться с x. 3 — это π квадрат. П квадрат, да. Поэтому ряды, которые мы здесь будем для i и b строить, они будут начинаться не 1 плюс x. Только с квадрата, да? А 1 плюс что-то на x квадрат и так далее. А-а-а, вот. А у нас есть же коэффициент при чем? При x квадрат. И тут легко видеть, что оно обнулится. Все, я это взял как упражнение, всем советую. Кто видел мою лекцию по теорем Ферма, и это лямбда. То есть вот это вот 1 минус омега, я называл ее лямбдой. А я π, потому что здесь простого числа. Да, все понятно, да. Все? Серега! Спасибо! Да, супер! Ну вот, друзья, вот она математика, она пошла, пошла! Вот, стоило канал 2 года развивать, чтобы наконец в нем включить то, то, чем я всегда мечтал! Так что, маткульт, привет! Учимся вместе со мной! Ура! До встречи! Серега, спасибо огромное! Пока!